Всем привет! В эфире YouTube канал Startup Visa Испания и сегодня мы хотим представить абсолютно новый формат. Меня зовут Борис Шейнкман, это Дмитрий Шейнкман, мы основатель сообщества Startup Visa Испания и мы хотим рассказать вам про все новости, которые произошли в сообществе Startup Visa Испания, чтобы вы были в курсе. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и вы всегда будете в курсе, как получить Startup Visa и переехать в Испанию. Сегодня мы разместились на этой уютной террасе под вот этим замечательным шатром. Мы находимся в 25 километрах от Валенсии, там за горизонтом горы, буквально в трех минутах ходьбы плещется Средиземное море и мы рассказываем вам про новости в Startup Visa. Наш новый проект мы решили назвать именно так, Шатер. Под этим словом мы подразумеваем, что мы закрываем все ваши потребности в информации, мы защищаем вас от непрофессионалов, которые готовы помогать в получении Startup Visa. Собственно, все, что вы хотели знать по Startup Visa, вы узнаете под нашим сатром. Мы начинаем. Первый вопрос, который предлагаю рассмотреть, Кристина спрашивает, подскажите, каков правильный путь продления, если я первый год нахожусь тут по студенческой визе? Сейчас хочу продлиться по стартапу. Некоторые говорят, что нужно отучиться два года и только потом можно получить Startup Visa. Отвечаем, что нет, это не так. Для того, чтобы податься на Startup Visa, важно соблюсти одно самое главное условие. Находиться на территории Испании легально. Если вы здесь легально, вы можете поддаваться на Startup Visa. Остальные нюансы уже связаны с вашим типом визы. Да, я дополню, что в документах по студенческой визе написано, что поменять этот тип резиденции можно только через три года. Это относится к студенческой визе, но не к Startup. То есть, если вы со студенческой хотели поменять на нолукративу, то это возможно только через три года. В случае перехода на Startup Visa вы можете переходить в любой момент времени. Подытожив, вышесказанное, подавайтесь на Startup Visa, независимо от того, по какой визе вы находитесь в Испании. Давай рассмотрим следующий вопрос. Вопрос от Юлии Горшковой. А что с деньгами на семью? То есть, фаундер подавался еще по старым требованиям и указывал 8400 евро. Сейчас совершенно новые требования, что нужно указывать 200% от SMI на фаундера, 75% на члена семьи. То есть, что делать? Подавать уже по новым требованиям или по-прежнему по старым? Здесь ответ еще не на 100%, ответ, в котором я не уверен на 100%, но на 99%, что нужно показывать по новым требованиям. Соответственно, нужно показать сумму на семью из трех человек порядка 45000 евро. Да, сумма большая, да, это получился сюрприз, но в своем предыдущем видео я рассказывал о том, что эту сумму можно будет показать оценкой недвижимости, а также контрактом на работу. Поэтому, если у вас нет 45000 евро, то все равно возможно показать наличие средств на жизнь в Испании. Еще один важный вопрос, который я отметил. Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать хурада выписки из банка, если выписка на английском языке? Да, нужно делать, если у вас не испанский банк. Было уже несколько дозапросов из министерства, загружали справки на английском языке с такими хорошими суммами. И всегда просили делать хурада, и всех все устраивало. Так что ответ однозначно нужно. Я еще добавлю, что испанцы очень доверяют всем документам, заверенным хурада. Поэтому, да, это дополнительный средств, дополнительные расходы. Один лист перевода у хурада стоит порядка 40 евро. Но таким образом вы усиливаете свои документы, и это становится уже не просто какая-то бумажка, которую вы где-то нашли, а это официальный документ, заверенный хурадом. Да, давай рассмотрим следующий вопрос. В пункте Ениса есть форма, есть блок признания на региональном уровне. Подразумевается признание в Испании или в том числе и в России? И какие документы они ждут подтверждения признания? Я отвечал на этот вопрос, и сейчас еще раз озвучу свой ответ, потому что он очень важный. В муниципалитетах, по крайней мере в Валенсии, в муниципалитетах округа Валенсия, есть много программ, которые рассчитаны на стартапы. Соответственно, они выделяют финансирование, и если вы отправите бизнес-план на проверку в управление экономики вашего муниципалитета, то вы можете рассчитывать на то, что они пришлют вам официальное подтверждение, что да, ваш бизнес-план для них интересен, в нем есть инновационная составляющая, и, соответственно, этот документ будет как раз и являться тем плюсом, который оценит Ениса при проверке вашего бизнес-плана. Следующий вопрос, который я отметил, про анкету Енисы. Да, форма изначально была не под бизнес-план, который писали, то есть его нужно переписывать. Можно ли направлять просто в первые четыре блока, это по четыре тысячи, по три тысячи знаков, взять текст из своего же бизнес-плана и разнести на четыре блока. То есть привязывается ли к смыслу вот эти блоки, или можно грузить хаотично. Ну, вообще, есть презентация у каждого пункта, и тем, кто подавался с нуля, нужно будет потратить время для того, чтобы разнести свой бизнес-план по этим пунктам. Если вы пишете новый бизнес-план, то тут вам намного уже проще, вы можете сразу учесть требования Енисы. Каждый может зарегистрироваться на сайте и увидеть вообще, что там просят, какие блоги, какие требования. Я хочу дополнить, что предыдущие требования к бизнес-плану, они в целом похожи на уточненные требования Енисы. Но не нужно просто делать копипаст в вашей предыдущей версии бизнес-плана, потому что там есть уточняющие вопросы. Ну, например, на что вы потратите инвестиции. То есть, если раньше вы могли просто рассказать, ну, мы их потратим на разработку, мы потратим их на людей. Сейчас нужно в процентах расписать, что вы 20% потратите, например, на Ниокр, еще 10% на разработку, еще 40% на маркетинг. Ну и, соответственно, в деньгах тоже нужно будет это показать. Поэтому нужно внимательно относиться к тому, что запрашивают в форме Енисы, потому что они это сделали для того, чтобы быстрее принимать решения по бизнес-плану и сократить сроки рассмотрения. И в итоге, если вы укажете не ту или не полную информацию, которая их интересует, вы быстро получите отказ. Давай рассмотрим последний вопрос. Очень многие жалуются на то, что при загрузке в Енису постоянно пропадает информация. Что делать? Очень многие рекомендуют пробовать разные браузеры. И вот, в частности, рекомендуют браузер Firefox. В нем все хорошо работает, поэтому используют. И интересный вопрос от Алексея. Проверяют ли проекты на предмет схожести? Что мешает с одной и той же темой подаваться нескольким командам? На этот вопрос тоже я отвечал в нашем сообществе. Я считаю, что проекты сравнивают. Потому что, если будет много проектов по одной теме, и их решения будут похожи друг на друга, то какой смысл Испании впускать все одинаковые проекты? Потому что понятно, что все очень вряд ли что выстрелят. Поэтому в нашем сообществе мы решили создать, разработать IT-сервис, который позволит всем вносить информацию по темам своих бизнес-планов. И дальше все желающие могут посмотреть, сколько было проектов по схожей тематике, для того, чтобы можно было отредактировать и избежать этого риска. Сейчас разработка завершилась. Мы начали тестировать. И надеемся, что уже в мае месяце мы сможем этот сервис предоставить в массовое пользование. Дмитрий, вопросов по стартап-изе, конечно, намного больше. Мы сегодня смогли отметить основные моменты, которые были важны для участников нашего сообщества. Если у вас есть вопросы по стартап-визе, то вступайте в наше сообщество стартап-виза Испания и задавайте свои вопросы, и вы всегда найдете ответы. До следующей недели под нашим гостеприимным шатром. Пока!